Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него три класса образования, а он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей. Пиво с раками снится каждую ночь, а нам на хлеб не хватает. И тут как раз слух пополз, что со дня на день новые деньги введут. Не помню точно, как это получилось, ночью, наверное, в полубреду. Нарисовал две бумажки, на одной написал 50 тысяч рублей, на другой 100 тысяч. Где 50 тысяч, там у меня вместо Ленина Гайдар пьёт пиво с раками. А где 100 тысяч Ельцин, тоже с пивом и с раками, только у него раки побольше. На следующий день, ближе к вечеру, вышел на улицу, вижу, стоит один попроще, в калошах на босу ногу. Он подошёл к нему, говорю, 100 тысяч не разменяешь? Он не сразу, часа два прошло. Говорит, тебе какими? Я говорю, да я не в претензии, какими дашь? Он дал мне три купюры по 25 тысяч. А остальные по 700 рублей. 25 тысяч синеватые такие. Там, где у меня пиво с раками, у него Иван Сусанин. Ведёт заседание Верховного Совета России. А 700 рублей такие розоватые. Там шахрай на коне пронзает копьём Легачёвым. Ну, разошлись мы. Да и думаю, 700-то хоть рублей проверю, настоящие нет. Как раз неподалёку, вижу, старушка стоит, крестится на метро. Достаю купюру. Старушка дала 20 штук по 35 рублей. Новые совсем тоже деньги. Аж хрустят. Они мне больше всех понравились. Жёлтый фон такой, как поле. И на поле русской учит крестьян пахать. Две бумажки по 25 тысяч я отложил в загашник, а остальные скорее домой жене. Она только что с барахолки. Вещи кое-какие продала со своей работы. И тоже ей новыми дали. Но она мелкие брала. Ей удобнее дочери давать в школу на завтраки. 17 рублей бумажка. Беловатая такая. Там глян в тюбетейке. Пьёт кумыс из пиалы. И читает досье на Горбачёву. 14 рублей сизоватые чуть. Там в Ермолке выступает Жириновский с броневика. 13 рублей. От неё прямо мороз по коже. Снег как будто метёт. А по снегу, как декабристы, в профиль. Янаев, Павлов, Крючков, Язов. А на месте пятого написано. Стародобцев отпущен на поруке. Ещё попалась одна бумажка. У меня сразу мелькнула неподдельная лимб. Там Горбачёв отдыхает в Форосе. И Рыса Максимовна рядом. И охрана 40 человек. И обслуживающий персонал весь. А всего эта бумажка полтора рубля. Крупные деньги жена спрятала за батарею. Дочери, она в третьем классе у нас. Дала на завтрак 14 рублей. А мне чё-то так жалко её стало. Дочь-то. Тайком дал ей ещё бумажку на 25 тысяч. Сказала это тебе до окончания школы. Днём дочь из школы приходит, спрашивает. Где вам насовали столько фальшивых денег? Хорошо, говорит, что я у гостиницы Интурист успел их обменять у монголы на тысячу долларов. Счастливо нам, конечно, стало, но и горько. От того, что жильё у нас на каждом шагу. От того, что только среди монголов и остались простые люди. А доллары, конечно, не по 17, 16, 13. А как положено, 100 до 200, все зелёные с водяными знаками на всех Вашингтон пьёт пиво с раками. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.